Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. По следам прямой линии с президентом на пляж в якорной щели организуют проход. Мэрия намерена обратиться к РЖД. Пресечено 34 случая сброса канализации в реку Мацеста. Работу водоканала оценил мэр Сочи, проинспектировав этот микрорайон. Новый мост, сквер и дорожное полотно. Проект благоустройства Дагамыс обсудили на сходе жителей поселка. Мнения разделились. Какой ленте пророчат успех и что не понимают участники кинотавра. Фестиваль близится к концу. Почти 4,5 часа Владимир Путин в прямом эфире накануне отвечал на вопросы россиян. За это время президент страны успел ответить на 79 обращений жителей. В этом году прямая линия прошла в новом формате. На связи с главой государства были министры и губернаторы. К видеоселектору подключился также и Краснодарский край. Прямой эфир глава региона Вениамин Кондратьев смотрел вместе со своими заместителями. Вопросы к Владимиру Путину были самые разные. Касались они и внешней политики, и внутренних экономических проблем. Например, жители Крыма поинтересовались, когда цены в их магазинах сравняют с кубанскими. Краснодарский край уже давно сформировавшийся курортный регион. При этом здесь удается сдерживать стоимость продуктов. В Крыму же с открытием моста заметно вырос спрос на туристические услуги. При этом ценовая политика заметно выше. Мы заметно ощутили рост на предлагаемые нами услуги. Но вот только цены на продукты питания пока в Крыму остаются достаточно высокими. И поэтому у меня к вам вопрос. Когда же реально начнут снижаться цены, пусть даже не сравняются, хотя бы немного приблизиться к уровню цен Краснодарского края. Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях, чем в Краснодарском крае и в Ростове, и в Ростовской области. На некоторые в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове, скажем, или в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска, имея в виду автомобильное движение, грузового транспорта, потоки товаров, взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации. Спрашивали президента и о развитии здравоохранения. В ходе прямой линии Владимир Путин сообщил, что сейчас готовится федеральная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. В это время в студии на одной из цифровых панелей появился вопрос, когда построят новый онкодиспансер в Краснодаре. Как сообщил после журналистам, Вениамин Кондратьев уже в этом году начнут работу над проектно-сметной документацией. На Кубани работают пять онкодиспансеров. Самый крупный, краевой, находится в Краснодаре. Его поликлиническое отделение рассчитано на 780 человек в день, но реальная нагрузка практически в два раза выше. Работу над проектно-сметной документацией нового онкодиспансера в Краснодаре начнут в этом году. Надеемся, успеем войти в федеральную программу по софинансированию в 2019 году. Если нет, постараемся обойтись своими силами. Задали вопрос президенту и касающиеся пляжа в Якорной щели в Сочи. Сегодня часть береговой линии нуждается в благоустройстве. Как пояснил Вениамин Кондратьев, эта территория находится напротив железнодорожной станции. Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. По словам губернатора Кубани, сейчас проводится работа с федеральными коллегами, чтобы убрать строение и приступить к обустройству пляжа. Уже сегодня утром с инспекцией на пляж Якорной щели выехали сотрудники администрации города и журналисты. В Якорной щели две территории, которые местные жители называют пляжами. Вот этот участок набережной действительно имеет полное право называться благоустроенным пляжем. В наличии паспорт готовности к сезону, зонты, лежаки, постспасатели. Образовался он недавно, причем благодаря буднам, оборудованным РЖД для защиты железной дороги. Они не дают морю вымывать гальку, которую приносят взрослые реки. Пляж. Пляжа у нас здесь не было. То есть он был до вот этой вот стенки, до беседки. За два года с Головинской речки к нам поступило вот это количество гальки. Она двигается в сторону Сочи. Вот мы сейчас видим, он уже практически дошел до вокзала. Каждый год продвигается где-то в районе 100 метров гальки. Вот поэтому у нас сейчас такой шикарный, хороший пляж. Так мы его благоустроили, то есть ждем отдыхающих. А вот эта зона тоже похожа на пляж, но скорее дикий. К нему нет ни прохода, ни подъезда. Зато есть направление, по которому и передвигаются немногочисленные туристы. Чтобы попасть сюда, нужно пройти через здание железнодорожного вокзала, через рамки металлоискателя и досмотр. Потом надо преодолеть путепровод над железной дорогой. И только после этого можно выйти на так называемый пляж. Людей мало, что, возможно, и привлекает желающих искупаться именно здесь. Сочицы, обратившиеся на прямую линию к президенту, говорили как раз об этой территории. Она муниципальная, но следит за ней РЖД. Мы в ближайшее время обратимся к нашим коллегам из РЖД. Попросим их, во-первых, отсыпать эту пляжную территорию, чтобы она стала нормальной, до нормативных значений. А во-вторых, наверное, надо подумать, как все-таки здесь организовать проход. Для того, чтобы местные жители могли беспрепятственно ходить на пляжную территорию. Когда это полюбившийся местным жителям территории действительно сможет называться благоустроенным местом отдыха, пока не ясно. Но не исключено, что когда это произойдет, популярности ныне дикого пляжа поубавятся. Ведь тогда он станет общедоступным и будет привлекать много людей. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Продолжаем. На Кубани с начала года составили почти 3000 протоколов о нарушении пожарной безопасности. Рост количества возгораний зафиксирован в Калининском, Северском и Павловском районах. Статистику сегодня озвучили в Краснодаре на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил вместе с заместителями, руководителями ответственных ведомств и главами районов, как свести к нулю количество огненных трагедий в регионе. Тем более, что Кубань стала центром внимания мирового сообщества болельщиков и туристов в преддверии Чемпионата мира по футболу. Глава региона уверен, принципиальная задача спасателей – предупредить население, а не бороться с последствиями. Сегодня во всех городах введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет посещения лесов, разведения костров и все, что с этим связано. Вот здесь важно понимать, раз мы ввели особый противопожарный режим, как он тоже будет исполняться конкретно на практике. Не просто на бумаге ввели и все. Хотя бы для начала давайте до всех доведем то, что такой режим есть. И что в лес направляться для пикника уже нельзя. Не рекомендуется, а нельзя. Если мы это сможем, оградить лес от желающих шашлыки пожарить, тогда, когда все-таки, еще раз подчеркиваю, введен особый противопожарный режим, тогда на самом деле и будет тот результат, о котором мы говорим. Тогда и тушить, коллеги, ничего не придется. Говорить нужно и с фермерами. После уборочной кампании, которая стартует со дня на день, многие из них будут сжечь сухую траву на полях. Делать это категорически запрещено. Чтобы выявить нарушителей, хозяйство будут патрулировать казаки, полицейские и сотрудники МЧС. Сочи назвали лучшим в управлении бюджетными доходами и муниципальной собственностью. Подведены итоги всероссийского конкурса. В нем приняли участие 229 городских округов и муниципальных районов из 59 субъектов страны. От Краснодарского края в соревновании участвовали пять муниципалитетов. Среди конкурсантов были выбраны 12 победителей, продемонстрировавших наилучшие результаты в рамках комплексной оценки качества управления муниципальными финансами, сообщили в пресс-службе администрации края. Сочи стал победителем в номинации за высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью. Как отметили краевые власти, сегодня во всех муниципалитетах проводится системная работа по легализации теневых доходов, стимулированию развития бизнеса. Сочи в этом преуспевает. В этом году доходы местного бюджета уже увеличились на 5,3%. Высокая динамика поступлений отмечается по НДФЛ и по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения. Также по итогам прошлого года Сочи вошел в пятерку лидеров по росту поступлений в консолидированный бюджет края. Пресечено 34 случая сброса канализации в реку Мацеста. Как МУП «Водоканал» выполнил эту работу, проверил глава курорта, проинспектировав этот микрорайон. Река Мацеста стала намного чище, и это видно невооруженным глазом. Все дело в том, что сотрудники водоканала провели работу по пресечению сбросов канализационных стоков жителями домов, расположенных на берегу реки. В целом, в ходе осмотра берегов Мацесты на участке от ее устья до окончания улицы Измайловской обнаружены пять точек, через которые хозяйственно-фекальные стоки сливались непосредственно в воду. В селе Измайловка были выявлены 29 факторов незаконного сброса стоков. Во всех случаях у нарушителей было ограничено водоснабжение, трубы, через которые осуществлялись сливы, заблокированы. Как отметил глава города Анатолий Пахомов, водоканалу и природоохранным ведомствам необходимо довести работу до конца и исключить самовозможность загрязнения рек и моря. Жителям же Сочи, подчеркивает мэр, надо понять, что каждый дом должен быть подключен к централизованной канализации, либо его следует оснастить лосами. Еще вариант – иметь договор с осенизаторской фирмой. А вот в Лазаревском районе мониторинговая группа выявила факт слива сточных вод в реку Осохой. Специалистами взяты пробы пресной и морской воды. В ожидании результата водоснабжения объектов-нарушителей приостановлено. Визуально загрязнение речки очевидно. И, судя по всему, это сброс жидких бытовых отходов. К мониторингу района сотрудники городской и района. Администрации подключили специалистов Азова Черноморского бассейного управления, Министерства природы края, Росприрод и Роспотребнадзора. Взяты и пробы воды из ручья Осохой. Будет проводиться лабораторный анализ отобранной воды на превышение предельно допустимых концентраций. Анализ биологического потребления кислорода проводится в течение пяти дней. Поэтому результаты будут выданы в течение семи дней. Осохой – это горная река, хоть и больше похожа на ручеек. Протекает она в районе Головинки и выходит к трассе неподалеку от пансионата «Морская даль», который, как подозревают члены комиссии, и является тем хозяйствующим субъектом, который сбрасывает неочищенные стоки. По словам местных жителей, очистная станция пансионата длительное время не функционирует. Очистные на них никто никогда не присутствует. Летом в жару работает насос, открыты все двери. Мы просто вешиваемся от этого шума, от постоянного гула насоса. Но сейчас этот насос перестал работать. Сказали, что у них нет электричества, или денег на электричество, или кабель повредился. Воду нарушителям отключат, выпишут штраф. И это не все. В ближайшее время факт слива неочищенных стоков проверит прокуратура. Санкции будут чрезвычайно жестокие. Особо хотелось бы предупредить организации, те, у кого есть очистные сооружения. Это ведомственные очистные сооружения, там санаториев, пансионатов, ведомственные очистные. Будет проведена тщательнейшая проверка, она уже проводится. По результатам штрафные санкции достигают миллионов рублей, плюс возбуждение, возможно, уголовных дел. Поэтому хотелось бы, пока еще гром не грянул, убедительно настоять на том, что перевооружайте свои очистные станции, плавно их модернизируйте, готовьте документацию, потому что все это наше Черное море, все это наша природа. Напомню, в случае работает горячая линия, позвонив на которую, горожане могут сообщить о сбросе стоков в реки или на рельеф. Ее номер 8-928-233-62-08. Комиссия совместно с водоканалом выйдет на место незамедлительно и в случае подтверждения факта отключит нарушителей от водоснабжения. В Сочи сегодня в ДТП попала машина свадебного кортежа. Авария произошла на улице Пластунской в районе Сочинского госуниверситета. Столкнулись с Шкодой Йети и Вазовская четверка. Отечественный автомобиль, судя по украшениям, был частью свадебного кортежа. Почему он оказался на встречной полосе, выяснят в ГАИ. Информации о жертвах пока нет. Проект благоустройства Дагомыс обсудил с сочинцами Анатолий Пахомов на сходе граждан. Для жителей микрорайона провели презентацию и рассказали, как изменится поселок в ближайшее время. Судя по эскизному предложению, реконструкция затронет улицы Армавирскую, Гайдара и Батумское шоссе. Также в границы благоустройства попадет и часть домов микрорайона. Реконструируют мост через реку, на названных улицах заменят дорожное полотно, а у строящейся многоэтажки будет развит сквер. Такую идею озвучили местные жители буквально неделю назад, во время обхода Дагомыса мэром Сочи. По желанию горожан учтено, согласие на производство работ дал и застройщик. Внесен в проект благоустройства и пункт о парковках, отсутствие которых Анатолий Пахомов также отметил во время инспекции микрорайона. А вот решение вопроса стоянки машин во дворах только за собственниками, поясняет глава города. Закон Российской Федерации гласит, что жители должны сами принять решение, ставить или парковать там машину или нет. Если жители простым голосованием, большинство городов, примут решение, что машины там нельзя ставить во дворах, а это совершенно правильно, что скорая подъехала, что жарная ловля подъехала, то установится знак, который называется «жилая зона». И тогда, если кто-то поставит машину, по вашему звонку прилетит машина эвакуации и вакуирует. Также в списке глобальных перемен реконструкция существующей ярмарки. В целом же дело дойдет и до благоустройства внутриквартальных проездов, расширения дорожного палатна там, где это необходимо. После того, как мы заканчиваем капитальный ремонт моста, переходим к созданию тротуаров вдоль существующей ярмарки, также капитальный ремонт тротуаров в улице Ромовейска, с созданием дополнительных тропинок. Новые зеленые насаждения, газоны, тропы – все это также появится в Дагомысе. Об этом свидетельствует готовый проект благоустройства, в период реализации которого власти курорта просят местных жителей не быть безучастными. Город огромный, но тем не менее мы власти с этим не справляемся, даже жители. Находим возможности. Но жители должны быть самыми, самыми, что ни на есть, активными участниками благоустройства. Самыми, самыми, что ни на есть, строителями своего благополучия, строителями своего уголка, где мы живем. Так повелось, что 80% времени проводим в доме, дома, во дворе, на улице, на своей. На сходе граждан глава города ответил и на вопросы собравшихся, в том числе пояснил, что для решения большинства их проблем, в том числе в деле управления своими домами, для начала необходимо выбрать способ управления. Возможные варианты – ТСЖ, кооператив, либо управляющая компания. Если же за жильцов этот выбор сделает администрация, то обсуждать ставку за обслуживание дома будет поздно, предостерегает мэр. Оптимальный выход – выбрать самим обслуживающую компанию, сравнив цены на рынке услуг. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Через пару дней кинофестиваль «Кинотавр» назовет ленты победителей. А пока продолжаются конкурсные показы и обсуждения увиденного. Что смотрят на фестивале и каким лентам пророчат зрительский успех – об этом в нашем следующем сюжете. «Кинотавр», как говорится, набирает обороты. Жаркая сочинская погода как будто просочилась в прохладные корпуса гранд-отеля, где повсюду жаркие обсуждения конкурсных и дебютных фильмов. И уже кинокритики гадают, кому достанется гранд-при кинофестиваля. И самый часто задаваемый здесь вопрос – понравилось или не понравилось. Ну, во-первых, по успеху зрительскому мы поняли, что сделано очередное народное кино и, наверное, будет пользоваться большим успехом. Мне это кино не понравилось. На мой вкус здесь очень много фальши. Это было мнение относительно фильма «Временные трудности». Не оставила равнодушна фильм Григория Константинопольского «Русский бес». Вы думаете, вы все здесь новые и что ничего не было до вас? Что типа вы пришли и все изменилось? Ошибаетесь. Все как было, так и есть по старому. Приехала я позавчера, потому что у меня были спектакли в Москве. И сразу пошла на конкурсный фильм Гриша Константинопольского. Взорвало. Кое-что спорное, что-то ожидаемое в стиле Григория, нашего Тарантино русского. В Сочи Любовь Тихомирова приехала с дочкой и мамой на отдыхаж на 20 дней. И приурочила отпуск к фестивальным дням, чтобы вернуться к работе, как она сама признала, с особым рвением. А на пресс-конференции сегодня первым фильмом для обсуждения стала «Кислота» Александра Горчилина. Это манифест 20-летних. Их оставили в мире наедине с собой. В итоге они разъедают себя и мир вокруг, чтобы научиться не слушать, а слышать, не смотреть, а видеть. И найти свой путь. Все кто-то доставил, принес. Поэтому мы только сидим и думаем, а какой я, а что я могу. Нам сказали не любить друг друга, мы и не любим. Нам сказали ненавидеть за это, за то, за цвет флага, за цвет кожи, за определение ориентации. И таким образом мы просто множим свою ненависть, а этим способом нам закрывают просто истинное понимание вещей. Очередная кинолента Ивана Твердовского подбросы тоже на актуальные темы. Мать забирает сына из детдома, но герой, оказавшись в Москве, не желая того, становится центром организованной преступной группы. И в итоге вновь возвращается в интернат, потому что жить дома трудно. Человеческие отношения только там, в мире, где есть добро и понимание. Ну так как я тоже вчера первый раз смотрела кино, то, слушайте, я пока ничего не понимаю про зрительскую реакцию. Мы же сидели все вместе, нашей командой, группой. И, ну, какая-то наша общая реакция на фильм была настолько сильной, что невозможно было оценить и почувствовать что-то со стороны. Вот, а мне фильм очень понравился. Я затрагиваю те проблемы, которые меня касаются напрямую в моей жизни. И те темы, которые, тот, скажем, социальный пласт, в котором уже существуют мои герои, это то, что беспокоит меня и нас всех. На самом деле это вопрос не смелости, а внутренней свободы и совести, как мне кажется. Фильм только представлен широкой публике, а режиссер Иван Твердовский уже работает над новым сценарием. И через год приступит к съемкам. Тема осталась тайной. Молодые режиссеры заостряют самые серьезные социальные проблемы. Участники кинотавра так и говорят, в кинематограф пришло достаточно свободное думающее поколение. А сегодня на кинофестивале абсолютно женский день. В конкурсе дебют представлены фильмы Натальи Першиной «Мертвые ласточки» и Ольги Зуевой на районе. А в основном конкурсе лента об доте Смирновой «История одного назначения». Грина Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И в завершение информации от партнеров программы. Санатория «Черноморье» приглашает в лечебно-диагностические и спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам крытые и открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона и собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.